Здравствуйте! Ох уж мне эти кулинарные путаницы! Вечно-то наши любители кулинарии что-нибудь да перепутают. Например, солёное и квашеное, вяленое и копчёное. А инорас и название блюд перепутают. Например, взять хотя бы узбекское блюдо басма, которое мы с вами уже готовили, и узбекское блюдо думляма, которое мы с вами сегодня обязательно приготовим. Приготовим просто ради того, чтобы найти ответ на вопрос, в чём же разница между этими двумя замечательными блюдами. Вы помните, как мы готовили басму? Мы брали холодный казан, укладывали туда мясо, лук, морковку, все другие овощи, и только потом разводили огонь под казаном. А сейчас я в разогретом казане разогреваю буквально до накаливания, до белого дымка бараний жир, либо растительное масло, потому что прямо сейчас я должен как следует обжарить мясо. Перемешиваю, пока не подгорело. Соль, чёрный перец, гиро, перемешиваю всё вместе и посыпаем мясо. Накрываем казан крышкой и убавляем нагрев. Десять минут. Открываем. Ещё раз перемешиваем. Пошёл. Лук сделаем. Вот тогда вы видели, чтобы для басмы жарили и мясо, и лук, и морковку. А вот для дамы мы обязательно жарим. Это важное условие, чтобы получить сначала этот вкусный, настоящий узбекский запах, запах узбекской кухни, а уже потом продолжить наше приготовление. Как только почувствуете, что лук того в виде покраснеет, опускаются помидоры. Летом или ранней осенью хорошо бы взять свежие помидоры. Очистить их от шкурки, порезать, дать казан. Но если нет хороших свежих помидоров, то я пользуюсь теми, что законсервировало летом собственного соку. Практически без соли и уксуса. А вы знаете, какое мясо я взял для этого дугляма? Я взял баранью шею, порубленную шайбами. Можно было бы взять говяжью голяшку. Это было бы очень похоже на особоку. Вот точно так же бы она тушилась, но со стаканчика воды буквально. Но дугляма такое блюдо, в котором обязательно что-то должно приготовиться на пару. У меня это будет картошка. Очень похоже на плот. Но вместо риса картошка. А уж если это похоже на плот, как обойтись без чеснока и перца? Три головки чеснока я положу прямо целиком. Перчик и одно айм. Для аромата не забыть посолить картошку. Обязательно картошку надо хорошо посолить. Картошка тоже должна быть соленая. И все, все. У нас практически все готово. Закрываем крышку на полтора часа, на час. Сколько выдержит, как умеете, что картошка готова. И дугляма ваша готова. Ну что, откроем? Опа! Посмотрите, красота какая! Самое главное, кипит ровно так, как надо. Картошечка. Всю картошечку по краям блюда. Чесночок нам потом пригодится. А сейчас мясо. Мясо, лук, морковку. Все это в центре блюда. Это главная вида. Картошечка это то, что варилось на пару. Это то, что украшает, собственно говоря, само мясо. То, что делает дугляму дуглямой. Пусть все венчает айва и перец. Присыпем со свежей зеленью. И знаете, вот этот вот соус, вот этот шурпун, который здесь образовался снизу дуглямы. Конечно, можно ее подать отдельно в косах. А можно взять и полить ею картофель. И вот тогда-то уж точно никто никогда не перепутает басму и дугляму. Я думаю, самое главное, что не перепутаете вы, мои дорогие. Приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон»